Они говорили, что война никогда не меняется. Меняется время, меняются люди, но суть войны не меняется никогда. И не важно, что является целью войны – земли, ресурсы, доминирование над соседом, или просто желание иметь больше коров. Война – неизбежный спутник человечества на всем его пути. И вместе с войной рука об руку идут боль, отчаяние, потери, страдания и страх. Война не щадит никого, и зачастую больше всего на ней страдают самые незащищенные люди – старики, дети и женщины. И именно о последних сегодня и пойдет речь в этой статье. Доброго времени суток, уважаемые зрители! Я продолжаю делиться своим мнением о мангах, которые достойны вашего внимания. И на повестке дня у нас манга «У войны не женское лицо», за которую ответственный автор оригинала Светлана Алексеевич и художник мангака Кейто Коуме. Книга «Первый источник. У войны не женское лицо» 1985 года – это документально-очерковое произведение белорусской писательницы Светланы Алексеевич. В этой книге собраны рассказы женщин, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2015 году Алексеевич стала лауреатом Нобелевской премии по литературе за свою выдающуюся и многолетнюю работу в жанре документальной литературы. А в 2019 году художник Кейто Коуме, которого вы могли помнить как одного из художников знаменитой манги «Волчица и пряности», начал рисовать мангу, основываясь на книге Светланы. И эта манга, так же как и оригинал, получила название «У войны не женское лицо». Сразу нужно оговориться, что эта манга не обладает собственным сквозным сюжетом с персонажами и диалогами, потому что по большой части перед нами не художественное произведение. Это именно попытка перенести документальные очерки из книжного первоисточника в формат манги. Но обо всём по порядку. Как я уже говорил раньше, у «Войны не женское лицо» не просто берёт за основу первоисточник, а старается полностью переложить одно произведение на рельсы другого формата. Но при этом автор старательно избегает клюквы и прочих стереотипных визуальных образов, которые часто приписывают русским, такие как постоянное распитие водки или борьба с медведями. Это наверняка не сыграет на руку популярности произведения в Японии. Но смысл изначального проекта явно состоял не в огромных продажах и поднятии популярности. Каждая отдельная глава этой манги посвящена новой героине, которая от первого лица в формате документального очерка пытается рассказать свою историю. У этих историй нет начала, завязки, финала. Эта манга не художественное произведение, а именно околодокументальные очерки о жизни, смерти женщины на фронтах и в тылу во время Великой Отечественной войны. Например, вторая глава основывается на рассказе капитана-врача Евросиньи Григорьевны Бреус, которая прошла войну от отступления в Минске в 1941 до наступления по территории Германии. История в этой главе следует за героиней на всем ее пути, показывая разнообразность сцены, события и встречи, которые навсегда врезались в ее память. Вот героиня вместе с отступающей военной частью видит пожилую женщину у дороги, которая кланяется каждому солдату и приговаривает. «Пускай вас Господь домой воротит». И солдаты идут дальше, а у всех на глазах выступают слезы. Евросинья Бреус запомнила эту сцену на всю жизнь. Грусть. Уже будучи на территории Германии вместе с наступающими войсками, Евросинья Бреус обратила внимание на двух немок. Эти женщины просто сидели во дворе своего дома за столом и пили кофе. Словно никакой войны и не было. «У нас развалины, у нас люди в земле живут, у нас траву едят. А эти тут кофе пьют». Обида. Опять же, в Германии к обедущим героиням подошли несколько пленных немецких солдат и попросили немного хлеба. Медсестры поделились немного едой под неодобрительные возгласы наших солдат. Но когда другие пленные подошли уже к солдатам и тоже попросили еды, с молебно протянутыми руками, то возмущающиеся солдаты переглянулись, вздохнули и тоже поделились едой. И хлебом, и кашей, и даже кусочком сала. Героиня смеется и плачет, глядя на эту сцену. Нас осуждали. Сами тоже поделились. Сострадание. Из подобных сцен и состоит эта манга, которая старательно поддерживает темп и подачу документальной хроники, а точнее, темп рассказа из уст очевидцев. Как признается одна из главных героинь, ей сложно говорить по порядку. Мысль всегда скачет, а воспоминания путаются. Остаются лишь самые яркие эпизоды. Событий, давно минувших дней. И сильный финал, уже упомянутый второй главы, дает понимание, что даже эта история лишь капля в море человеческих жизней и смертей на полях Великой Отечественной войны. Пожалуй, самое главное, в чем преуспевает манга, она показывает женщин на войне женщинами. Именно то, о чем уже давно позабыл современный Голливуд с повсеместным трендом насильных и независимых, которые с легкостью справляются с любыми проблемами и весь мир лежит в их ног просто потому что. А эта манга, так же, как и старые архивные фотографии из фронта, показывает, что даже на войне женщины остаются женщинами. Медики, повара, снайперы, неважно. Им грустно и больно. Они плачут и смеются. Им невероятно тяжело, но они не сдаются и не опускают руки. И именно это и достойно уважения и восхищения. В русском языке смерть и война имеют женский род. Но у войны не женское лицо. Как я уже сказал раньше, на войне страдают все. Особенно самые незащищенные и слабые. Но у людей просто не было другого выбора. Только идти вперед. Уже бывший глава Минкульта Владимир Мединский однажды заявил, что комикс это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам, поделился министр. Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать. До 7 или 8 лет. Но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется, это убожество. Наверняка он имел в виду то, что люди должны в первую очередь читать книги, которые помогают развивать фантазию. И он имел в виду, что комиксы и графические романы, благодаря постоянным иллюстрациям, забирают у человека умение фантазировать и постоянно представлять события. А может быть, он действительно считает, что комиксы и графические романы и манго не могут приблизиться по своему содержанию к уровню полноценной литературы. Что, разумеется, не так. Можно ли сказать, что манго у войны не женское лицо сильно проигрывает своему книжному оригиналу? И да, и нет. Но изначальная цель, как мне кажется, была не в этом. На мой скромный взгляд, основным желанием мангаки было донести до своей аудитории суть первоисточника. Или, как минимум, донести факт его существования. Дело далеко не только в том, что некоторые люди проще воспринимают информацию в графическом стиле и не в состоянии воспринимать голый текст из книг. Дело в том, что множество людей просто не знали о книге и теперь, после знакомства с мангой, наверняка заинтересуются и оригиналами. Являясь японским мангакой, Кейто Коуме создал произведение, в первую очередь адресованное именно молодой японской аудиторией. Он стремился, чтобы как можно больше людей узнал об этой книге. И сделал он это единственным доступным ему способом. Ни лайками в Инстаграме и ни цитатами в Твиттере. Кейто Коуме подарил книге еще один формат медиа. Визуальный роман. Да, уважаемый товарищ Мединский может заявить, что только люди без живой фантазии будут запереживать картинкам вместо букв, что книги всегда лучше, и любой взрослый человек должен читать именно их. Но будет глупо отрицать тот факт, что сотни тысяч людей в Японии, да и во всем мире, теперь знают о такой книге. Именно благодаря манге. И именно благодаря манге они получат закладываемые в оригинал эмоции. И именно благодаря манге некоторые из этих людей после прочтения обязательно пойдут и найдут первоисточник, чтобы теперь уже более подробно узнать, почему у войны не должно быть женского лица. Подводя итог, в 2020 году наши союзники радостно пишут поздравлительные записи в Твиттере. Вот только поздравляют с победой они сами себе. А в это время в Японии, вдохновившись советской книгой, один мангако в очередной раз решил напомнить про простых людей, которые участвовали в этой войне, пусть для него и по ту сторону фронта. И да, Япония часто любит использовать образы русских и советских людей, достаточно вспомнить Путина Попаданса и The Right on King. Но это именно заимствование узнаваемого образа и его принесения в рамки художественного приключения. Более близким примером будет околодокументальная манга-онтология «Великие люди мира». Произведение представляет собой сборник историй от разных мангак, где каждая глава рассказывает про ту или иную выдающуюся мировую личность, которая оставила свой след в истории. И, например, одна из глав в этой манге посвящена Юрию Гагарину, первому человеку в космосе. Манга «У войны не женское лицо» наверняка не будет удостоена престижных премий и миллионных продаж. Но мне кажется, что даже если хотя бы один человек в Японии после знакомства с мангой решит найти и прочитать оригинальную книгу и задумывается на том, насколько ужасна война, то произведение уже в полной мере выполнило свою роль. А на сегодня это всё. Всем большое спасибо за сегодня, большое спасибо всем, кто нас смотрел, большое спасибо, кто оставит лайк, напишет комментарий. Заглядывайте к нам на трансляции на Twitch, заглядывайте к нам в группу ВКонтакте, там много интересных новостей. Всем большое спасибо за сегодня и, как говорится, сенсайка! Берегите себя и своих близких, оставайтесь дома. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова